Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Райта, и сегодня я хотел бы поделиться мнением о манге Сад Изящных Слов. Сад Изящных Слов Сад Изящных Слов — это возвращение Мако Цинкая к самому себе, к своему творчеству, к тому, что у него получается лучше всего, а именно рассказывать камерные истории об отношениях, о любви, о преградах, о расстояниях. И в данном произведении расстоянием служит возраст главных героев, поскольку главному герою Такао здесь 15 лет, а главной героине Юкино 27. Но при этом это не мешает им, однажды встретившись в парке, проникнуться друг к другу настоящими чувствами и найти спасение в один из самых сложных периодов их жизни. Я обожаю эту историю, так же, как и все предыдущие истории Мако Цинкая. Я очень рад, что он вернулся именно к такому повествованию, поскольку именно за это я и полюбил его творчество. Манга-адаптация печаталась в журнале Afternoon. Мангак выступила Мидори Матахаси. Я, честно говоря, очень хотел найти что-нибудь по этому человеку в интернете, но мне это не удалось. Единственные ссылки, которые получал, ссылались, по сути, именно на эту мангу. У нас мангу издали History Comics в отличном формате, в суперобложке, с приятным дизайном. Сохранили все цветники и также в дополнение положили вот такую прекрасную открыточку. Манга имеет для меня два существенных минуса. Первый это рисунок. Да, в целом он приятный, неплохой, но все-таки это манга-адаптация одного из самых красивых аниме на свете, как мне кажется. И действие происходит в парке Синтику, а это само по себе очень красивое место. А Синкай своим талантом, своим умением подчеркивать миллион деталей превратил картинку в просто какое-то невероятное зрелище. А вот стиль Матахаси-сан в манге, ну, к сожалению, не может передать всю эту красоту. Да, есть какие-то приятные кадры, но в целом, честно говоря, ну, просто не дотягивает. А второй минус это то, что манга практически не отличается от аниме. Есть какие-то новые чуть-чуть ракурсы, чуть-чуть продленные какие-то места, немножко так измененные, чуть-чуть переделанный финал. Но в целом это абсолютно точное тактование аниме. Хотелось бы мне по-другому, потому что вот если вспомнить Голос далекой звезды, которую у нас также издавали Истарием, то там был очень сильно изменен финал. Там прям действительно ощущалось произведение как-то по-новому. То есть вроде смотрел, вроде как-то уже помнил, а тут бац и что-то вот такое совершенно другой финал, и история как-то для тебя преображается. А вот здесь ничего не изменилось, и это, ну, возможно, минус только для меня, но мне хотелось бы, чтобы раз эта адаптация, она хоть чуть-чуть как-то менялась. Ну, а в целом манга вышла хорошей, она не растеряла главного, своих идей, своих мыслей, того, что она должна донести до читателя. Я провел за ней прекрасный тихий вечер, вспомнил это произведение, вспомнил музыку, вспомнил финал, от которого опять прослезился. И, наверное, ради этого манга-адаптация, собственно, и создавалась, чтобы еще раз вспомнить, и чтобы еще раз возникло желание пересмотреть это прекрасное произведение. Спасибо за внимание, это было мое первое видео в таком вот формате, я не знаю, как получилось, поэтому надеюсь на вашу критику, на ваши отзывы, чтобы понять, как с этим работать и как двигаться в этом направлении дальше. Ну, а пока на этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...